И мы продолжаем нашу тему в заключительном модуле, в котором рассмотрим алгоритм реализации желаний. Итак, когда мы разделили с вами желание по такому принципу, как хочу, а это нужно сделать, это важно, а это нужно, мы смотрим на реакцию нашего, скажем, нашей личности и нашего сознания. То, что для нас является надо, вызывает определенные эмоции, ну, делаю, конечно, сделаю, да, надо, делаю, мою посуду. То, что важно, вызывает гораздо более приятные эмоции, потому что мы все-таки сознательно к этому подходим и говорим, это важно, и это сделает меня лучше, мою жизнь улучшит, лучше жить у моих близких, поэтому я это выбираю. Итак, свобода выбора не нарушена. Далее, когда мы все уже отследили, что желание экологичное, оно мое личное, мы смотрим на такие аспекты, как я хочу это, а вот это я не хочу. Так вот, огромное количество людей мыслит категории «я не хочу делать то-то, то-то», «я не хочу получить вот это», «я не хочу иметь такую маленькую зарплату», «я не хочу слушать претензии того-то, того-то» и так далее. Все, что мы говорим со словом «я не хочу», очень сильно, вот эта вот отрицательная частица «нет», она имеет свойство усиливать энергию. То есть мы постоянно говорим «я не хочу» и вкладываем определенную эмоцию. Кроме того, мы видим образ того, чего мы не хотим. Вот это вообще просто то, что нужно устранять из своей головы. Все, что «я не хочу», непримерно с нами произойдет. Как переключить внимание? У внимания есть такое свойство, оно не может фиксироваться сразу на двух полярных объектов, оно на третьей точке фиксироваться не может. И когда мы говорим «я не хочу», мы сразу фиксируем его только вот на этом, как раз бинарной, на этой связи. Переключить внимание мы можем тем, что мы «а как бы я хотел, чтобы выглядела эта ситуация, если бы я знал, что я это могу себе позволить?» То есть мы не задаем больше вопрос «а могу ли я? Хватит ли мне там того-то, того-то?» Мы просто пишем для себя. «Я хочу получить вот это, вот это определенную цель», да, допустим. «Я хочу написать книгу, я хочу получить эту работу, которую я бы хотел, да, если я могу это позволить, то есть вы сидите, моделируете, не надо продумывать все риски сейчас, это не экономическая теория. Мы рассматриваем сейчас наше подсознание, то есть это «я хочу», это «я не хочу». Вот это нужно поменять сразу на входе. То есть как можно меньше говорим, чего мы не хотим, и фиксируемся на том, чего мы все-таки хотим. Далее. Сознание «хочу» – это сознание ребенка. Очень часто мы так и хотим всю жизнь, но ничего не достигаем. Поэтому все, что я хочу, мы переводим в цель. Итак, из желания делаем цель. Чем отличается цель от желания? Многие из вас уже знают. Кто не знает, я наполню. Цель, она конкретная, лично моя, я ее вижу, я ее представляю, я на ней фиксирую свое сознание. Я вижу цель. Это не просто желание в виде аморфного какого-то там мироощущения. Это уже четкая, конкретная цель, поставленная во времени. Например, я пишу книгу в 2015 году, завершаю написание своей книги. То есть, я планирую цель такая – завершить свою книгу. Или я в 2016 году совершаю путешествие на море в такую-то страну, в такой-то город, примерно при таком-то бюджете, при таких возможностях. Когда вы это все определили, то есть, цель сформулировали конкретную, без всякого «не», позитивную, четкую, вы сформулировали ее, посмотрите дальше. Что получу я, когда у меня это будет готово? Итак, смотрим. Когда цель готова, мы задаем вопрос. Буду ли я счастлив, когда я обрету это? Как я вот это сейчас ощущаю себе? Вот я как представлю себе вот это ощущение, я как это почувствую, я испытываю такую радость, такой духовный подъем душевный, что я непременно этого достигну, этого пути в моей жизни. Если вы испытываете такие эмоции, чувства, то, конечно же, ваша цель обязательно реализуется. То есть, есть такое правило желаний. Вы знаете, я когда это поняла, я была очень поражена. Многие люди живут в страдании, но на самом деле мы здесь созданы для счастья. Но к счастью нужно прийти, то есть сознание дорастить для того, чтобы собирать плоды радости. То есть мы с вами созданы для того, чтобы наши цели реализовывались, и мы были счастливы в этом мире. Если правильно поставлена цель, если она совершенствует нас и наш мир вокруг, то она обязательно исполнится. То есть это прям правило вообще, которое нужно запомнить. Если же это желание вообще чуждое вам, оно навязано непонятно кем. Если это желание является искажением реальности, то есть нарушает закон Вселенной, оно может тоже реализоваться, я думаю, что оно, конечно, реализуется, но реализуется со скрипом, тяжело, больно, на выходе даст негативные всегда результаты, очень часто вплоть до болезни, если это серьезные завязки, то есть желание, которое привязывает очень мощно нас к чему-то, что нам нельзя. То есть мы хотим иметь рядом именно этого человека, никакого больше. То есть мы не любви хотим, а видеть именно рядом этого человека. Или мы хотим, предположим, во что бы то ни стало родить ребенка, даже если вот там определенный фактор, который нам это не дает. Здесь уже глубинные завязки, нужно очень внимательно здесь быть желанием. Ну, а если говорить о том, что все-таки мы выбираем свой жизненный путь, так вот реализация, алгоритм реализации целей, он таков, что все, что вам дано свыше, оно уже у вас есть, вам только нужно на это настроить. А все, что вам не дается, все, что чуждое, ну, оно и не дается. Даже получив его в своей жизни, счастья вы не обретете. То есть это такая условная субстанция, которая складывается из различных абсолютно факторов. Итак, когда желание реализуется в цель, если мы эту цель абсолютно точно прописали. Далее, когда мы цель сформулировали, очень важно написать конкретные действия, для того, чтобы эту цель мы могли достичь. То есть, что мне надо сделать для того, чтобы у меня было вот это? Вопрос такой. Что мне для этого нужно сделать? То есть конкретно у меня есть руки, ноги, тело, да? Как я использую тело, чтобы мне создать определенный проект? То есть образ смоделировал, теперь наполняем его действиями, то есть уже такими более реальными точками соприкосновения с реальностью. То есть пишем первое, второе и компот. То есть первое, что мы делаем, второе, что мы делаем и так далее. Когда конкретные действия мы написали, мы себе можем поставить на много деталей. Условные сроки реализации, потом можно это все подвинуть. Ну, в любом случае мы можем прописать это, продумать. Уделите этому хотя бы час в месяц, и вы увидите удивительные результаты. Только желание не ставьте гигантские, грандиозные. Сделайте желание предельно близлежащее, чтобы удостовериться, что у вас все работает, что мысли работают. Что касается денег, это сейчас вот прям притча в языках. Деньги – это средства для достижения желания. То есть мы можем в конкретных действиях прописать. Предположим, я хочу написать книгу или съездить в отпуск. В таком-то году я еду в отпуск и пишу книгу. Для этого мне необходимо привлечь в свою жизнь, предположим, 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. Вы не пишите, я иду и занимаю 100 тысяч рублей. Вы думаете, я привлекаю 100 тысяч рублей для реализации вот этой цели. А желать просто много денег, и желать их непонятно ради чего, что когда они у меня будут, я стану счастливым человеком, это совершенно просто глупое сознание. То есть так мы не мыслим. Это нужно абсолютно точно перезагрузить, если такое есть. То есть деньги не являются целью, а всегда являются средством. И это главный блок в реализации многих материальных желаний. То есть мы хотим многого, и везде думаем, что нам нужны деньги. На самом деле не везде они нужны, не в таких количествах, и не настолько они все-таки важны в нашей жизни, как нам внедряются со всех сторон. Такое впечатление, что если их не будет, то и нас не будет. Что первично? Мы или деньги? Деньги изобретения, которое пришло со временем, которое было внедрено и создано, якобы для того, чтобы ускорить наш обмен. Ну сейчас он просто стал... Деньги очень сильно обесцениваются, желания растут, потребности увеличиваются, возможности уменьшаются. Это говорит о том, что нарушен баланс. Поэтому мечтайте, желайте, и по вере ваше это будет вам. Всего хорошего. С вами была Анна Антре. И когда ваше желание исполнится, обязательно запишите себе дневник успеха, реализация такой-то цели. Как правило, вот еще по скриптам небольшой, очень важный момент, который я отследила в своей жизни, как это работает, это такая динамика, как 1-3-9. Замечательный ключ цифровой. Когда мы с вами создаем желание, ровно через 3 временных сегмента, допустим, через 3 месяца, это желание облачается в определенную четкую идею. То есть мы уже видим, начинаем к нему стремиться. И через 9 месяцев оно рождается, как ребенок. Если это очень большое желание, крупное желание, такое сложное, когда я создавала свою книгу, мне понадобилось для реализации его, ну, в принципе, наверное, да, 9 лет. То есть от начала идеи до полного воплощения прошло 9 лет. Но это для очень большого желания, такого сложного, глубокого, требующего больших очень затрат, энергетических, временных, финансовых, всяких разных. Вот. Если мы говорим о более простых желаниях, то работает алгоритм 1-3-9. То есть через 9 условных единиц времени это желание реализуется. Попробуйте, и вы увидите, какая волшебная вселенная, в которой мы живем. Все это возможно, все это абсолютно реально. С вами была Анна Андре. Подписывайтесь на канал, смотрите дальше наши видео. Всего вам доброго. В преддверии Нового года будет еще много интересных, замечательных техник. Субтитры создавал DimaTorzok